Капитальные либо косметические жильцы дома на Советской 43, что в Нововецке не могут договориться со своей управляющей компанией, какой вид ремонта требуется балконом их дома. Конструкции зданий 60-х годов постройки обветшали, и коммунальщики настаивают на их капитальном ремонте, но при условии, что за серьезную работу должны платить именно жильцы. Подробности у Дмитрия Житарчука. Видите, какая отремонтирована? И вот это и задняя стена дома. Вокруг собственного дома Александр Олов кругами старается в последнее время не ходить. Боится. Балконы за десятилетия обветшали. Местами уже торчит голая арматура. На общем собрании жильцы решили потребовать у своей управляющей компании ремонта этих конструкций. В соседних подъездах частично работы выполнены были, но итогом такой переделки жильцы остались недовольны. И там не ремонтированы. И в то же время вот те балконы, которые вы видели, они наклонились совершенно. Они развалятся, свалятся скоро. Плита-то сойдет. На этом ремонт остановился. Рабочих бригад здесь не видели больше года. Как выяснилось, в управляющей компании решили, что капитальный ремонт обязаны профинансировать собственники квартир. Последние с этим не согласились. Подали в суд. Решение оказалось в пользу жильцов. Однако коммунальщики с таким поворотом дела не согласились. Подали апелляцию. Паня считает, что те виды работ, которые были изменены нами и с которыми согласился наш суд, они относятся к капитальному ремонту. Капитальный ремонт должен произвести за счет средств собственников. То есть у них основная вот эта позиция, на которой они как бы настаивают. Мы в принципе с этим не согласны. На данную апелляционную жалобу подготовили возражение. Сейчас коммунальщики, прокуратура и жильцы ждут решения очередного суда. Собственники квартир согласны теперь даже на косметический ремонт балконов. Главное, как говорят, только бы не за свой счет. Дмитрий Ждарчук, Александр Летова, Бюро новостей Давича.